Я не могла позволить себе сдаться. Екатеринбургская школьница час простояла на гвоздях и посвятила рекорд ветеранам. Приветствую вас на нашем канале новости мира и России. В это время 11-летняя Каролина Черных слушала военные песни и смотрела фильм «В бой идут одни старики». 11-летняя школьница из Екатеринбурга поставила мировой рекорд в честь 75-летия Великой Победы. Каролина Черных простояла на гвоздях 1 час и 17 минут. Все это время спортсменка слушала военные песни и смотрела фильмы. Идея поставить такой рекорд пришла в голову самой школьницы. Каролина захотела сделать что-нибудь мужественное и таким образом почтить память ветеранов и поблагодарить их за мирные годы. Стояние на гвоздях требует мужества, и я подумала, что это достойный рекорд в память о моих прадедах и прапрадедах, которые геройски воевали на фронтах Второй мировой войны. Одна минута за каждый год мирной жизни после такого жестокого и кровавого события, где жертвами стали более 40 миллионов человек, комментирует школьница. Каролина Черных из многодетной семьи. С самого детства девочка увлекается спортом, бегает, играет в большой теннис и занимается силовым экстримом. Тренировать себя доверяет только папе Юрию, а мама Елена для дочери самая главная группа поддержки. В свои 11 Екатеринбурженко имеет десятки наград и медалей, Каролина – первая ракетка России среди детей, а также рекордсменка в силовом спорте. Только за месяц в самоизоляции школьница поставила 18 мировых и два национальных рекордов. Последний девятнадцатый для нее дался тяжело. Стоя на гвоздях, спортсменка смотрела фильм «В бой идут одни старики», а потом спела песню «День победы». С 45 минуты мне хотелось сойти с гвоздей, но я не могла позволить себе сдаться. Собрав волю, я терпела, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровые и счастливые. Так время дошло до 75 минут. Я выполнила данное себе слово, и для меня рекорд состоялся. Радостно заключила рекордсменка. Все достижения Каролины официально регистрируются в Международном агентстве мировых и национальных рекордов «Интерекорд». Скоро школьница поставит еще один девятого мая, но уже не силовой, а творческий. Девочка поучаствует в марафоне «Песня победы» и споет вместе со всей страной в онлайн-режиме. Это будет самое длинное исполнение песни «День победы». Понравилось видео? Поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. Жмите красную кнопку «Подписаться». И обязательно нажмите колокольчик для получения уведомлений о новых видео. Можно даже написать комментарий. Это же не трудно. Спасибо.